Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на моём канале. Мы продолжаем вместе с вами размышлять о роли Церкви в этом мире. Сегодня вместе с вами мы поднимем ещё один очень важный аспект того, что ожидает от нас Бог как от Церкви, как от верующих. Давайте вместе приготовим Библию, чтобы начать это исследование. Можно приготовить ручку-бумагу, чтобы потом более углубиться в эти размышления. В самом начале хотел прочитать интересный такой отрывок. Это 2 Коринфянам, 5 глава, с 18-го под 20-й стих. Интересные слова. «Все же от Бога, или всё же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Интересные слова. То есть апостол Павел обращается и говорит о том, что мы, как посланники Христа. И ещё один отрывок, который хотелось затронуть, это 2 Коринфянам, 8 глава, 23 стих. «Что касается Дотита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова». Что мы видим? В обеих отрывках поднят вопрос о том, что мы, как церковь, и каждый лично, должны быть как послы Христова. А вот дальше начнётся самое интересное. Я когда размышлял вообще о значении, что такое посол, вообще, что оно само значит, слово посол, словарь определяет, что есть три значения этого слова. Значит, первое значение – это как дипломатический представитель высшего ранга. Второе значение – это тот, которого послали куда-то, кому-либо, с каким-либо поручением или заданием, или как посланец. И третье – это глагол или действие по глаголу «посолить». Допустим, посол капусты или посол рыбы. Если касается третьего значения, мы как-то об этом уже говорили. И для нас очень важны вот эти все значения этого слова. И поэтому сегодня мы третье значение затрагивать не будем, потому что мы говорили, что церковь, как соль в этом мире, должна совершать свою работу. Мы затронем сегодня первые два значения. И это очень важно. Вы ещё не забыли, что значит первое значение? Первое значение этого слова – это посол как дипломатический представитель высшего ранга своего государства, в иностранном государстве или в нескольких государств по совместительству. В международной организации – это официальный представитель интересов и руководства своей страны. Вообще задачей и функция посла, как главы посольства своей страны, является вообще представление и защита интересов, представляемое им государство или государственное руководство. Для выполнения своих функций посол имеет право отношения не только с государственными органами пребывания, но также с местной политической оппозицией и общественно-политическими организациями. Ну так говорит нам Википедия. И вот когда я размышлял над этим вопросом, мне понравилось интересное такое описание. Это английский поэт Джон Дон на роль королевского посла в стихотворном обращении обращается к дипломату Генри Уоттену. Интересные слова. Послушайте внимательно. Это короткое предложение или стихотворение. И вот он пишет. «Государь – солнце, посол – луч. Итак, указ король тебе вручает, поставив подпись собственной рукой. Тебя он полномочием облекает, как бы на время делая собой. Ты в фонаре его горишь свечою, ты копия, а он оригинал. Ты скромный луч, он солнце золотое, и этот луч он вдаль светить послал». Как ёмко! Вот в коротком стихотворении показана роль посла. Сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе бегло вообще познакомились с должностными обязанностями посла. Причём неважно какой страны. Дело в том, что когда я посмотрел все эти должностные обязанности, в каждом параграфе я бы хотел, чтобы мы постарались увидеть свои обязанности, потому что к этому нас призывает Христос. Итак, основными обязанностями посла являются первое – выполнение поручений президента своей страны, или правительства своей страны, или МИДа, а также согласованные с МИДом поручений других федеральных органов государственной власти. Вот об этом мы немножко чуть позже поговорим. Это первое – должностная обязанность. Второе – информирование в установленном порядке президента своей страны, правительства своей страны, МИДа своей страны и других федеральных органов исполнительной власти по вопросам внешней и внутренней политики государства, пребывания и внесения в установленном порядке предложений по развитию отношений своей страны с государством пребывания, обеспечению интересов своей страны и соответствующем регионе и мире в целом. То есть, когда я смотрю на вот эту вторую функцию, по большому счету, Бог ожидает от нас вот в этой второй функции, что мы должны совершать вот эту ходатайственную молитву о всех вопросах и проблемах в той стране, где мы живем, как представители Христа. Третья функция – обеспечение развития сотрудничества своей страны с государством пребывания в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других областях, представляющей взаимный интерес, оказание содействия государственным органам при необходимости общественным объединениям представителям деловых кругов своей страны и установление контактов с государственными органами, общественными объединениями, представителями деловых кругов государств пребывания. То есть, вот чем как раз посредники между Богом и миром должны заниматься. То есть, вот эту налаживать связь, посредничество. Четвертое значение, или должностная обязанность – участие в подготовке проектов международных договоров своей страны с государством пребывания, предложение о заключении выполнения, прекращение, приостановление действий договоров, осуществление контроля за выполнением двусторонних договоров своей страны с государством пребывания, а также многосторонних договоров в части отношений своей страны с государством пребывания. Причем, что интересно, когда я смотрю на эту четвертую функцию, мы должны как христиане быть активными посредниками, не просто гражданами той страны, где мы живем, а как представители Бога должны активно в этом участвовать, продвигать все инициативы. Пятая должностная функция – ведение работы по защите в государстве пребывания прав, интересов граждан своей страны и юридических лиц своей страны с учетом законодательства государства пребывания и направления в МИД своей страны информации о наиболее важных правовых актах государства пребывания. То есть здесь уже затронуты наши отношения между верующими перед миром, в котором мы живем. Шестое должностная функция – участие в подготовке и осуществлении межгосударственных обменов на высшем и высоком уровне, а также визитов в государство пребывания официальных делегаций, включая официальные делегации своей страны и ее представителей. Вот заметьте, вот здесь начинается интересная функция шестая. От нас, как верующих, зависит приготовить окружающий мир, ту страну, где мы живем, тот город, где мы живем, приготовить людей ко второму пришествию Христа. Это от нас ожидается. Это шестая функция. Седьмая – поддержание контактов с руководителями государств пребывания, органами государственной власти, внешнеполитическими и другими ведомствами, должностными лицами, общественными объединениями, представителями деловых, научных, культурных кругов, средствах массовой информации, представителями дипломатического корпуса в государстве пребывания. То есть о чем здесь поднимается в седьмом моменте? Это коммуникация. Это построение отношений между церковью и миром. Причем на всех уровнях. Это в СМИ, это на уровне отношений между соседями, на работе. Везде мы строим коммуникацию. Это седьмая должностная функция. Нас, как послов. Восьмая функция. Это осуществление общего руководства деятельностью консульских учреждений своей страны в государстве пребывания, содействию становлению и развитию связей и контактов с проживающими в нем соотечественниками. Вот смотрите, что интересно. Вот здесь как раз Совет Церкви должен руководить, координировать работу всех отделов Церкви, чтобы мы связывались, дружили друг с другом и как сами верующие, то есть друг с другом, контакты верующих, послов, так и с другими людьми. Девятая функция. Обеспечение распространением в государстве пребывания официальной информации по вопросам, касающие внешнеполитического курса своей страны, ее внутренней политики, социально-экономической, культурной, духовной жизни, всемирное содействие, в том числе и своим личным участием, формированием в государстве пребывания позитивного отношения к своей стране, ее инициативам на международной среде. То есть здесь мы видим, уже включается в дело что? Литературный евангелизм, сотрудничество со СМИ, то есть надо строить вот это позитивное отношение к будущему второму пришествию Христа, к вечности. Десятый момент. Защита права собственности своей страны на принадлежащее ей имущество в государстве пребывания, обеспечение его сохранности и рациональное использование. Вот здесь как раз начинает идти речь о имуществе церкви. Мы как верующие должны очень хорошо заботиться об этом имуществе, потому что оно принадлежит теперь Богу, а мы его послы. Одиннадцатая функция. Проведение работы с персоналом посольства, иных государственных учреждений своей страны, в государстве пребывания в целях обеспечения достойного представления их сотрудниками, интересов своей страны, в государстве пребывания, а также традициям и обычаев государства пребывания. Вот нечто подобное сегодня делает брат Гончаров на уровне Российской Федерации, встречаясь с любыми общественными организациями, и на уровне министерств, на уровне представителей или связи с министрами, с любыми руководителями любых уровней. Двенадцатый момент. Принятие необходимых мер к тому, чтобы в государстве пребывания обеспечивалось в соответствии с международным правом и законодательством государства пребывания привилегии имущества, предоставляемые посольству, находящему в государстве пребывания, иным представительством своей страны, их сотрудникам, членам их семей, дипломатической почте, а также иным гражданам своей страны, имеющим право на привилегии и иммунитеты. То есть нечто подобное делает Гончаров сегодня. И вообще на уровне каждой церкви должны существовать вот такие отношения. То есть тот, кто отвечает за внешние отношения, то есть работу с другими представителями государства. Тринадцатый момент. Организация защиты государственной и иной охраняемой законом тайны. Принятие мер по поддержанию необходимого уровня безопасности посольства, его сотрудников и членам их семей. Организация в установленном порядке действий загранучреждений своей страны, ее граждан, в государстве пребывания, в условиях их чрезвычайных ситуаций и руководства их действиями. То есть поднимается вопрос элементарной безопасности и сохранения тайны. Причем на любых уровнях. То есть если получается какой-то политический конфликт, то верующие должны озаботиться, как относиться к тем, которые единоверцы, и к имуществу, к документации церкви. Следующий момент. Обеспечение рационального расходования государственных средств, выделяемых посольству. Соблюдение финансовой десятины. Вот здесь поднимается вопрос десятин, приношений, наше имущество и вообще нашей посвященности, потому что мы принадлежим Богу. Следующая должностная функция. Обеспечение необходимых условий для работы персонала посольства. Внесение в установленном порядке предложений по вопросам, связанным с его деятельностью. Вот здесь как раз существует церковное руководство. Все оно регламентирует. Важно только этого придерживаться. И что интересно, здесь мы имеем право вносить предложения. И на генеральной конференции все это пересматривается, перерабатывается и учитывается. Следующий момент. Посол выполняет другие функции в соответствии с законодательством своей страны. Нормами международного права, законодательством государства пребывания. То есть мы законопослушны. В первую очередь Богу и тому государству, где мы сейчас находимся. Если законы этого государства не противоречат или не нарушают наших отношений с Богом и принципом Библии. То есть вот такие вот интересные должностные инструкции. Причем каждый параграф затрагует какую-то сферу нас, как верующих, как христиан, как посольство Божие в этом мире. Когда мы говорим о нашем посольстве в этом мире, то на каждое верующие и церковь в целом Бог налагает особое служение. И возникает тогда вопрос, как церковь и каждый верующий может в этом мире теперь быть представителем интересов Бога и защищать эти интересы. А теперь откроем Библию и посмотрим. Дело в том, что очень интересные моменты мы можем найти в Библии. Когда мы открываем 1 Петра, 2 глава, давайте читать с 9 стиха. Апостол Павел Петр говорит, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». То есть, что мы видим? Когда я смотрю... Ой, я по отрывку. Библия говорит о том, что мир просто обязан видеть в нас Божьих представителей. И вот когда я смотрю внимательно на этот отрывок, чем мы, как послы Божьи, находясь в этом мире, неважно в какой стране, чем мы должны выделяться? Прямо по отрывку. Давайте посмотрим очень много интересных вещей. Значит, первое, что апостол Петр подчеркивает на первом месте, он говорит о том, что мы должны выделяться своими мыслями. То есть, о чем здесь идет речь? У нас здесь должно произойти осознание, что мы избранные. Это не ведет нас к задиранию носа. Наоборот, это понимание того, что на нас лежит особые полномочия от Бога для этого мира. Об этом нам 9 стих говорит. Второе, это мысли были. Теперь вторая, вторая очень важная обязанность, это наши обязанности. То есть, в чем они заключаются? Петр говорит, что мы являемся царственным священством. То есть, с одной стороны, мы царственные, то есть дети Бога, с другой стороны, мы священники, то есть учителя Божьей истины, посредники между Богом и человеком. То есть, от нас зависит, что мы открываем Божьи принципы людям. Так нам 9 стих говорит. Следующий момент, который здесь, в этом тексте, мы очень четко видим. Вопрос характера. 9 стих говорит о том, что мы должны демонстрировать Божью святость окружающим. Следующая, очень важная деталь, которую я здесь нахожу, вопрос обеспеченности. Что это такое? Вот апостол Петр в 9 стихе говорит, что мы, как Божьи представители в этом мире, взяты в удел. То есть, у нас уже есть будущее, которое не затронет ни одна инфляция, ни любые политические коллизии, воры. Бог говорит, все застраховано Богом, будущность у нас гарантирована. Это 9 стих. Слово 9 стих, еще одну деталь открывает здесь. Миссия. Он говорит, мы должны возвещать совершенство Бога в этом мире. Вот в чем заключается наша миссия. Следующая, очень интересная деталь, это уже в 10 стихе, вопрос совести. То есть, у нас должно быть отличное понимание того, кем мы были и какими нас делает Бог. То есть, когда у нас есть понимание и чувство благодарности Богу за содеянное. Вот здесь работает очень хорошо совесть. Следующий момент, это 11-12 стих, поднимается вопрос ответственности. То есть, мы каждую минуту должны держать марку. Мы никогда не должны подводить Бога. Мы должны быть настоящими Его представителями в этом мире. И что интересно, для этого есть особая школа, где проходит обучение посольству каждого верующего. И сразу возникает два вопроса. Где находится эта школа и какие предметы там преподают? А вот это тоже очень интересный момент. Давайте откроем вместе с вами интересный такой текст. Это 2 Тимофея. Мы прочитаем интересные такие слова. 2 Тимофея, 3 глава. Мы будем читать с 15 стиха. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание Бог духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». То есть, здесь апостол Павел говорит, у нас есть учебник, который необходимо очень тщательно изучать. При том, что этот учебник настолько универсальный, который подходит для всех предметов в этой спецшколе послов Христа. То есть, это Библия, на которую, кстати, сегодня, на этот учебник, у многих учеников так и не хватает времени. Это проблема. Второй момент, который снова хочется затронуть, опять же, по поводу нашего обучения в этой школе послов. Первое Тимофея, мы читаем в шестой главе, следующие стишки, одиннадцатый и двенадцатый стих. Апостол Павел говорит, «Ты же человек Божий, то есть, тот, кто хочет быть послом. Говорит, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся к добрым подвигам веры. Держись в вечной жизни, к которой ты и призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Вы посмотрите, сколько предметов, которые преподаются в этой школе. Буквально два стиха. Но сколько предметов? Праведность, благочестие, доверие, любовь, терпение, кротость, практическое применение всего перечислено. Это мы говорили о первом значении слова «посол». Вы не забыли значение слова «посол» во втором значении? Первое – это когда на нас возложена какая-то должность. А второе значение – это когда ты послан куда-то или кому-то с каким-то поручением или заданием или посланец. Это второе значение. Давайте немножко коснемся этого значения, потому что это тоже очень важный такой момент. Когда мы открываем вторую парапоминон, мы читаем двадцать пятую главу. Я бы вместе с вами хотел прочесть несколько стишков с первого стиха по девятый. Интересный отрывок, который показывает вот что такое посланец или посол, или тот, который отправлен с каким-то поручением. Читаем. В двадцати пяти лет воцарился Амасия и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иогаддань из Иерусалима. И делал он угодно в очах господних, но не от полного сердца. Когда утвердило за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе в книге Моисея, где заповедовал Господь, говоря, не должны быть умершляемы отцы за детей, а дети не должны быть умершляемы за отцом, но каждый за свое преступление должен умереть. И собрал Амасия иудеев и поставил их по поколениям под власть тысячи начальников, сто начальников, всех иудеев и вениамитян и пересчитал их от двадцати лет и выше и нашел их триста тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял он из израильтян сто тысяч храбрых воинов за сто талантов серебра. А дальше интересная вещь. Но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефремова. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе подвергнет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. И сказала Амасия человеку Божьему, а что же делать со ста талантами, которые я отдал войску израильскому, и сказал человек Божий, может Господь дать тебе более всего. Вот здесь в этой истории я хотел бы, чтобы мы посмотрели на царя. Приходит к царю посол и приносит особую весть от Бога. И царь спрашивает, а что делать вот с теми деньгами? Только представьте, три с половиной тонны серебра. он нанял войско. Посмотрите, по курсу, вот возьмем среднюю между покупкой и продажей, вот цена за грамм серебра сегодня получается 62 рубля 215 копеек, ну, за рубль. То есть, это являлось 217 миллионов 752 500 рублей или 2 миллиона 990 695 долларов. То есть, получается почти 3 миллиона долларов США. Что делать? А Бог говорит через посла, будет лучше тебе, не переживай. Еще одна весть, тоже не менее интересная. Мы открываем 4 царств и читаем интересную такую историю. 4 царств я бы хотел вместе с вами открыть 8 главу. И вот в этой 8 главе с 7 стиха по 13 интересная история. И пришел Елисей в Дамаск, когда винодад царь сирийский был болен. И донесли ему, говорят, пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу, возьми в руку твой удар и пойди навстречу человеку Божьему и попроси Господа через него, говоря, выздоровею ли я от сей болезни. И пошел Азаилу навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске. Интересно. Взял в руку? Сколько могут нести сорок верблюдов? И пришел и стал перед лицом и сказал сын твой Винодад царь сирийский и послал меня к тебе спросить выздоровлю ли я от сей болезни. И сказал ему Элисей пойди скажи ему выздоровеешь. Однако же открыл мне Господь что он умрет. И устремил на него Элисей взор свой и так оставался до того что привел его в смущение и заплакал человек Божий. И сказал Азаил отчего господин мой плачет и сказал от того что я знаю какое наделаешь ты сынам Израилем зло крепости их придашь огню юноше их мечом умертвишь грудные детей их побьешь беременных женщин у них разрубишь и сказал Азаил что такое раб твой пес чтобы мог сделать такое большое дело и сказал Елисей указал мне Господь в тебе царя Сирия Снова видим посла посла от Бога с определенной вестью причем посол передает эту весть от всего сердца и вот я бы хотел обратить ваше внимание на 11 стих в этом отрывке а теперь немножко о том что предшествовала эта история когда я читаю там с 9 стиха и немножко дальше смотрите что интересно грузоподъемность верблюда зависит от веса самого животного например если верблюд весит 700 килограмм то грузоподъемность примерно 300-400 килограмм получается Азаил приходит к человеку Божьему с подарком от всего самого лучшего представьте весом в 12 тонн чтобы узнать о судьбе царя а теперь обратите внимание вот этот подарок в 12 тонн не смог уломать пророка как в свое время произошло с Валаамом чтобы как-то сдобрить весть от Бога потому что к сожалению весть была не совсем добрая от нее Библия говорит пророк даже плакал дело в том что иногда бывают добрые вести и с ними нужно делиться хотя даже в них люди не верили пример потому что это тоже очень интересная вещь тоже 4 царство мы прочитаем 7 глава 18 стих когда говорил человек Божий царю так две меры яч меня посиклю и мера муки лучшей посиклю будет завтра в это время у ворот Самария вот эта весть прозвучала во время величайшего голода Библия говорит даже матери ели своих собственных детей но весть прозвучала интересно когда я читаю Библию советник царя в нее не поверил но интересно когда я смотрю на эту историю посланник Божий пообещал что он это увидит но вот этими благами воспользоваться не сможет так и произошло но есть еще одна история о вести от посланника Божия мы снова прочитаем 4 царь только 6 главу мы прочитаем с 9 стиха и посылал человек Божий к царю Израильскому сказать берегись проходить всем местом ибо там сирияне залегли и посылал царь Израильский на то место о котором говорил ему человек Божий и предостерегал его и сберег себя там не раз и не два то есть то есть мы читаем историю о том как Елисей пророк Елисей озвучил вот эти места с засадами врагов и царь сирийский даже начал подозревать о шпионаже в своем окружении но для царя Израильска такие вести посланника Божия спасали от многих бед но иногда вести были и не совсем добрые к примеру когда мы читаем 3 царств 13 главу мы читаем такие слова первые три стиха и вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вифиль в то время как Иеравам стоял у жертвенника чтобы совершать курение и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал жертвенник жертвенник так говорит Господь вот родится сын Дома Давида имя ему Иосия и принесет на тебе в жертву священников высот совершающих на тебе курение и человеческие кости сожжет на тебе и дал в тот день знамение сказав вот знамение того что это изрек Господь вот этот жертвенник распадется и пепел который на нем рассыплется представьте приходит пророк и приносит весть против святыни которой тут все поклонялись то есть он говорит вот этот объект поклонения вот этот жертвенник это место поклонения где стоит жертвенник оно все будет осквернено и Библия говорит о том что царю это настолько не понравилось и не только царю и вот этим жрецам и народу что царь даже попытался что-то предпринять против вестника но у него ничего не вышло есть есть еще одна история тоже с вестником от Бога и его вестью к людям когда мы читаем 3 царств 17 главу мы читаем 1 стих и сказал ли я фисфитянин из жителей Галацки Хахау жив Господь Бог Израилю перед которым я стою в сии годы не будет ни росы ни дождя разве только по моему слову то есть 3 с половиной года экологического бедствия которое привело фактически страну к голоду и Библия говорит это тоже сбылось но царь не вынес никаких уроков по этому вопросу то есть посол вынужден был решать уже вопрос при всем народе это 18 глава говорит об этом при наличии всех этих жрецов но это все истории о прошлом давайте перейдем к нам сегодня зададим самый первый вопрос с какой вестью сегодня нас каждого из нас Бог посылает в этот мир когда я смотрю на многих верующих взять адвентистов вот они считают что они должны сегодня проповедовать треханельскую весть ссылаются на откровение 14 глава там 7 по 11 стих но я хотел бы сказать что это не совсем верно это не та проповедь которую сегодня от нас ожидает мир и Бог да я понимаю треханельская весть тоже в свое время может прозвучать но она как бы продолжение основному поручению и возникает вопрос так о чем же мы должны проповедовать вообще что от нас сегодня ждет Бог как от послов которых он посылает в этот окружающий мир я сейчас хотел бы прочесть один текст очень интересный текст который важен не только для верующих в ветхом завете он ожидается от верующих всех времен причем как Богом так и людьми это очень важный текст это записано в ветхом завете но то поручение которое Бог имел ко всей церкви во все века давайте вместе с вами прочтем этот отрывок очень интересно он короткий но очень емкий и как раз в нем показано то что ожидается от нас как от послов в этом мире мы прочитаем 95 псалом и в 95 псалме мы прочитаем один коротенький стишок второй пойте Господу благословляйте имя его благовествуйте со дня на день спасения его заметьте вот в этом тексте мы видим нечто примечательное псалмопевец подчеркнул в правильной последовательности три важнейшие идеи значит первая идея начинается отрывок с наших отношений с Богом вот эти слова поем благословляем его то есть это наши отношения самая первая важная идея строить наши отношения с Богом вторая далее в этом тексте мы видим ежедневный опыт с Богом как он меня спасает и третья идея только потом вот здесь в этом тексте говорится о теме свидетельства заметьте никакой доктрины никакой треханельской вести мы делимся опытом своего личного ежедневного спасения мы не находим никакого богословия вообще никаких диспутов не происходит а если даже и встает вопрос доктрин или какой-то библейской истины то только во свете того как мы сами ее пережили в своей жизни как ее поняли после того как об этом спросили нас люди давайте пример вспомним именно по этой теме помните едет министр финансов Ефиопии встречается с Филиппом и он спрашивает о чем написано вот тогда можно говорить о доктринах это очень важные вещи три важных таких составляющих о которых сегодня ожидает от нас бог и ожидает мир от нас как от послов строить отношения переживать опыт спасения и делиться этим с другими я бы хотел вместе с вами помолиться потому что очень серьезная тема которая затрагивает на нас как послов в этом мире о нашей обязанности перед Богом и перед окружающими Господи мы приходим к Тебе после того как услышали вот эти слова наставления Господи мы благодарны за то что Ты открываешь глаза еще на одну функцию нас как церкви как верующих что мы в этом мире Твои послы Господи помоги об этом постоянно помнить помоги от этого никогда не гордиться помоги Господи соответствовать тому назначению которое Ты ставишь перед нами Господи прости если мы как послы подводили Тебя порочили Тебя перед окружающими Господи помоги все это пересмотреть Господи мы нуждаемся в том чтобы реально не только желать но быть Твоими посланниками если Ты посылаешь поделиться этой истиной как Ты нас спасаешь с другими Господи помоги не молчать помоги не замыкаться в себе помоги не радоваться что мы спасены Боже помоги быть послами Твоими в этом мире во имя Твое прошу аминь в конце вместе с Вами хотел бы прочесть очень интересный совет или рекомендацию которую дает апостол Павел Галатам 6 глава я бы хотел прочесть этот отрывок в переводе месседжа интересные слова это 4-5 стих исследуйте тщательно кто Вы есть изучите дело которое Вам поручили а потом окуните себя в него с головой не будьте впечатлены собой не сравните себя с другими каждый из Вас должен взять ответственность за то что Вы творите и созидаете и делать это как можно лучше в своей жизни аминь